Несколько по-другому, чем на белом. На белом фоне лучше начинать со светлых цветов, потому что темные цвета очень резко будут с белым, да, соответственно, смотреться первые темные какие-то штрихи. Но если вы берете темные штрихи, там, графика, это совсем другое. Я говорю о живописи. Здесь получается, что нужно в такой живописи нужно сразу начинать, наверное, сразу с нескольких основных цветов. Какие тут у нас несколько основные цвета? Это цвет неба. Он состоит из множества оттенков. Например, пятно неба, да. Вообще в живописи нужно стараться, особенно в такой многоцветной, не закапываться в разных оттенках, а примерно для себя даже нарисовать, где у него. Не осталось? Да. Для себя, чтобы вы видели, нарисовать пятно. Смотрите, пятно цвета. Какие здесь есть пятна цвета? Есть большое пятно неба. Вот его контуры. С украплениями таких цветных столбов. Есть пятно сине-зеленого моря и каких-то теней. Я бы их объединила в один какой-то цвет. Вот оно, большое пятно пошло. Они как бы входят друг в друга. И между ними есть вспышки розово-оранжево-красных солнечных бликов на архитектуре. Грубо говоря, работа эта строится на то, на сочетании неба и моря, и теней. На вхождении друг в друга. И мы смотрим в целом. И вот на вот таких вот бусинках, что ли, да, драгоценных, надетых вот где-то посредине работы. Вот в этом ее вся красота. Кроме того, что там есть собор. Потому что мы должны абстрагироваться. Мы не видим собора, мы не видим столбов. Мы видим пятна цвета и их форму. Таким образом пишут всегда живописцы. Они видят пятно тени. Они не видят, что есть чайник, у которого там есть тень, есть свет даже. Они видят, что у этого чайника, то есть даже не у чайника, что есть пятно тени, которое проходит по чайнику и по столу. Вот это целое большое пятно. В нем тоже есть разные, вот в этой тени есть разные там блики. И на воде есть блики солнечные, потом попадают. Но в целом это есть вот одно пятно и второе пятно. Вот. Поэтому, поскольку у нас синяя ткань и пятно синее уже, грубо говоря, есть, цвет какой-то уже лежит. Он неправильный, не такой, как здесь, но мы по нему будем потом добавлять. А небо у нас пока что здесь совсем никак не видно, да? То есть нам сейчас надо определиться, наверное, я бы начала с неба здесь, чтобы увидеть, что у нас может получиться. Небо здесь очень сложного цвета. Его надо составлять из разных оттенков. Карточоса у нас не так уж много для того, чтобы написать небо. Все, да, вот все, что есть. Во-первых, чтобы сделать его светлее, я вот беру розовый, хотя там не так уж розового много, но он есть. И вот то, что я рассказывала, я пишу это пятно. Накладывать можно по-разному. Можно накладывать вот такими, эту живопись можно вот такими клочками, штришками, может, мазками. Шерсть можно сразу заполнять ее каким-то цветом, а потом будем класть мазки сверху. Этот цвет пока что не совсем правильный, но для того, чтобы не потерять рисунок, надо сразу иголкой забивать какие-то моменты, то, чтобы у вас очень быстро все нарисованные крыши исчезнут вдали горизонта. С шерстью нужно очень аккуратно работать, очень она красивый материал, нежный, поэтому нужно получать удовольствие от общения с таким материалом. Вот. И чтобы сразу как-то хочется сразу правильный цвет взять, будем все закладывать одним и тем же розовым. Можно вот положить, попробовать этот оттенок, потом какой-то лимонный наверное там присутствует. Видите, если класть по чуть-чуть совсем, то цвета смешиваются в какие-то сложные уже красивые. Вот тут вот возле крыши больше зеленого такого, да? Вот этот желтый в сочетании с таким цветом. а Desк вкранинsel тучи вкранинsel и вкранинsel вкранинsel они вкранинsel